Руководитель Европейской Федерации сексологии Европейской Поведенческо-Когнитивной Ассоциации и члена команды Академии Когнитивной Терапии, один из сооснователей Академии. Прошу, пожалуйста, дорогой Мехмед. Доброе утро. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех вас. Я хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня сюда, хоть у меня уже и меньше времени, чем хотелось бы, потому что многим хочется поделиться. Хотелось бы поблагодарить Дмитрия, Алису и меня, переводчика. Но это всегда, что большинство, которые, как и все, это происходит на публику, потому что публика – это самые важные люди. Они употребляют их время, их денег, и они употребляют их усилия, чтобы учиться и учиться к остальным людям, чтобы воспринимать всех этих людей. Я не знаю, если вы их называете «патентами» или «клиентами», но это не важно. И главная благодарность все равно уходит аудитории, потому что вы те люди, которые тратят свое время, деньги, усилия на то, чтобы учиться и учить людей, с которыми вы будете дальше этим делиться. И, конечно, есть вопросы лицензии, но не нужна лицензия для того, чтобы по-настоящему прикоснуться к душе другого человека. И, конечно, большая часть нашей работы происходит за закрытыми дверями. Именно то, что происходит за закрытыми дверями, мы называем терапией. И есть разница между просто терапией и настоящей терапией. И особенно в таких сложных темах, как, например, секс, очень важно удостовериться, что та работа, которую мы проводим, она действительно этична. И очень важно все-таки, когда мы говорим о лицензии на то, чтобы дотрагиваться до души других людей, очень важно тогда понимать, что именно мы делаем, чтобы наша работа была качественной, и чтобы мы соблюдали те нормы, которым мы здесь учимся. Первое, что мы здесь делаем, это мы поговорим не просто о диагностических критериях, но поговорим о том, почему в диагностическом статистическом руководстве ДСМ пятого издания были проведены некоторые изменения. И первое, на что хочу обратить ваше внимание, что ДСМ пять обозначается цифрой пять, не римской. И если вы помните, все предыдущие издания ДСМ обозначались римскими цифрами, и теперь это не так. Кто-нибудь знает почему? Есть ли у вас какие-то идеи? Any curiosity? Так почему же V сменили на пять? Never worried about that? Есть ли у кого-нибудь политически correct? I don't know what the politics is, but I think the idea is to make it user-friendly. So first when I saw this, everything starts with curiosity, I think. And then you carry on, and you learn, and you learn, and learn, and then, you know, curiosity never stops. Depends on what kind of curiosity you have. Is it the kind of curiosity that kills the cat, or it's a kind of scientific curiosity? Let me just start, make it short. And I will make it short, because this was not my intention when I started that. But when I saw five like that, I thought maybe I should talk about it for a minute. It is user-friendly, as you can know. I mean, it's on mobile apps at the moment. You can use it on the mobile applications and so on. And as you can imagine, we are going to continue the new versions of DSM-5. So we needed something simple that could be used on mobile apps. And that's reason, one of the reasons, not the whole reason, but one of the reasons why we use number five instead of the Roman letter. У меня изначально не было намерения этому уделять столько внимания, но сейчас, мне кажется, важным это отметить. Вы видите, что здесь на слайде указана цифра 5. И одна из причин, по которой это произошло, это потому, что нам надо настраиваться на мир новых технологий. И должно быть что-то, что удобно использовать в мобильных приложениях, например. И с этой точки зрения для нас цифра 5 удобнее. И многое меняется в современной жизни. И одна из тех вещей, которые поменяются в ближайшее время, это название видов терапии. И вы помните, что, может быть, вы помните, раньше названия терапии менялись. Раньше термин был клиента-центрированной терапии. Where else can you be centered? Where else can you be centered? Of course you have to be centered on the client. Конечно же, приходится концентрироваться на клиенте. На чем же еще можно концентрироваться? We call it humanitarian therapy. What else can we call it? Can we call it unhumanitarian therapy? Можно называть терапию гуманистической, но какая же еще она может быть? Неужели терапия может быть негуманистической? We call it schema focused. Where else can you be focused when you are going to work on schemas or cognitive therapy? Мы называем терапию, сфокусированной на схемах, схемы терапии. Но на чем же еще мы можем фокусироваться, если мы работаем с чем-то глубинным? Obviously the names will change. And the term CBT at the moment is losing its specificity. И, конечно же, названия будут меняться, и сам термин когнитивно-поведенческая терапия сейчас теряет свою специфичность. So in the future you will find out that we are not going to use the word, let's put it this way, not to be misunderstood. One day the leading therapy will be the kind of therapy that is more into understanding human change processes. И, чтобы меня сейчас вы правильно поняли, важно понимать, что в будущем ведущая терапия будет такая, которая исследует природу человеческих перемен. И, возможно, ведущая терапия будет такая терапия, у которой вообще не будет названия, но суть ее будет именно в исследовании процессов человеческих изменений. И во многом здесь мы опираемся на эволюционные процессы. До сегодняшнего момента я принимал участие в восьми международных конференциях. И я вижу, что от раза к разу люди дают новые названия одним и тем же вещам, как будто новую этикетку приклеивают на ту же самую бутылку. И иногда люди делают то же самое, называют это по-другому, а иногда делают уже что-то совершенно другое, а называют это старыми названиями, как будто бы придерживаются той самой традиции. Для того, чтобы наука могла эволюционировать, нам нужен общий язык. И если у нас есть общий язык, есть конкретные термины, к которым мы можем обращаться, независимо от того, в Америке мы, в России, в Турции или в Африке. Представим себе, что кто-то проходит лечение и статистика выздоровления составляет 65, 70, даже 80 процентов. А потом другой человек делает то же самое, использует тот же вид лечения, но у него получается, например, только 50 процентов статистика выздоровления. И это интересно, кто-то один это сделал, и у него получился результат 80 процентов, а кто-то другой сделал то же самое с результатом 50. Что-то здесь должно быть не так. Может быть, то, что они делают, называется одинаково, но содержание на самом деле разное. Именно поэтому мы все с вами пишем книгу, которая займет всю жизнь. Наверное, написание ее займет даже больше человеческой жизни. И эта книга будет называться «Общий язык психотерапии». Чтобы мы могли использовать одни и те же термины для одних и тех же типов людей. Чтобы одни и те же процедуры не назывались разными именами. Итак, давайте возвращаемся к этой идее. Почему это просто начнем для вас? Я могу вам отправить на сайте, если вы хотите, для этого «Коммун-language и психотерапия». И каждый из вас, кто-то, наверное, представляет разные области, может быть, действительно поставить один изображений, или драма, о технике, которую вы хотите отправить. Потому что в будущем, то, что я верю, это, когда люди пишут книги, то, что я вам могу предложить сделать, есть уже сайт, посвященный этому общему языку психотерапии. И каждый из вас может зайти на этот сайт и предложить туда выложить пример техники, инструмента, с которым вы уже хорошо знакомы. Они будут приводить к同ему книгу, как будто они приводят к同ему книгу. Как как медицин. Потому что, помните, в медицине, когда вы называете алпроцелем, алпроцелем – алпроцелем – алпроцелем. ССРИ – это СССР. Но когда вы говорите «экспособа», вы делаете «экспособа» терапию differently, она делает «экспособа» терапию differently, поэтому это не так же. То есть, когда люди используют термины, они должны приводить к этому книгу. И в этом книге есть иллюстрация, есть элементы, которые делают этот процесс. Например, когда дело касается медикаментов, есть определенное руководство, на которое можно сослаться. И мы тогда точно знаем, что именно это лекарство соответствует именно такому действию. Есть конкретная инструкция. Когда мы говорим о терапевтических инструментах, когда один человек проводит экспозицию, другой проводит экспозицию, это может выглядеть совершенно по-разному. Поэтому должен быть тот источник, на который можно будет сослаться. И на этом сайте может быть конкретное описание кейса и процедур, которые соответствуют именно такой интервенции. И это, конечно же, помогает психологии эволюционировать и становиться наукой. И именно тогда это становится наукой, потому что иначе люди проводят разные процедуры, называя их одинаково, или разные процедуры, которые, по сути, являются одним и тем же. И вернусь к тому, что мне кажется универсальным или практически универсальным. Это серия диагностических, статистических руководств DSM. И для начала я хотел бы спросить у вас, может быть, сейчас можете поднять руки те из вас, кто работает с какого-либо рода сексуальными расстройствами. Люди сексом в России не занимаются? А женщины тоже не занимаются? Получайте удовольствие. Вы только начали. Всегда экспериментальное практическое обучение, лучше теоретического. Все, что я показываю в этой презентации, все было опубликовано в журнале, который называется журнал сексуального лечения. Вы можете найти этот журнал или вы можете связаться со мной, я могу вам прислать. И когда мы говорим о диагностических критериях, есть вещи, которые кажутся наиболее универсальными для того, чтобы можно было поставить определенный диагноз. И то, что касается определений и диагностических критериев, является главной мишенью для дальнейшей работы. и это то, что чаще всего ставят под сомнение, и это то, что надо ставить под сомнение. В прошлом в ДСМ все сексуальные расстройства в целом делились на четыре категории. Проблемы с желанием, проблемы возбуждения, проблемы с оргазмом, и что-то, что называлось сексуальной болью. И было понимание, что есть конкретный цикл, состоящий из интереса, желания и оргазма, и теперь это понимание совершенно поменялось. Изначально были разработки Мастерс и Джонсон, Мастерс и Джонсон не давали определения желанию, поэтому Каплан внес некоторые изменения в эту модель. И исследования показали, когда Мастерс и Джонсон опубликовали свое исследование, они достигли блестящего результата. Это исследование было проведено двумя людьми. Была женщина-терапевт и мужчина-терапевт, и каждый раз, когда пара приходила к ним на терапию, в этом исследовании принимали участие, отбирались только пары. И мы знаем прекрасно, что есть огромное количество миллионов людей, у которых нет партнера, и именно эти люди наиболее сложны в лечении. В то время исследовались проблемы желания и оргазма, а проблемы заинтересованности вообще оставались без внимания. И сегодня мы знаем, что прогноз результата лечения всегда лучше, если на терапию изначально приходит пара. И, конечно же, проблемы заинтересованности гораздо сложнее лечить. И при проведении тех исследований были очень жесткие критерии отбора испытуемых, и мы знаем, что когда мы очень четко отбираем испытуемых, это приводит к гораздо более желаемым результатам. После Мастерса и Джонсона никто не смогла получить результаты, которые они смогли получить. После Мастерса и Джонса никто не смог повторить тех результатов, которых они достигли в своем исследовании. Кроме меня. Первый вопрос, который стоит задать, это когда же сексуальные проблемы становятся сексуальным расстройством. Например, приходят люди с такими проблемами, как эректильная дисфункция или преждевременная эрекуляция. Когда же это просто сексуальная проблема, а когда же это уже расстройство? И эти проблемы, они могут быть просто вариантами нормы устройства сексуального ответа, и под ними может не крыться никакой патологии. И мы все сталкиваемся с подобными проблемами на короткое время, и это совершенно нормально. Когда же эти проблемы превращаются в расстройство? И также эти симптомы, когда их рассматривают как симптомы, могут быть характерны для разных других медицинских заболеваний, таких как диабет, например. А могут они возникать как следствие проблем в отношениях брака. Представьте себе, что пара в браке постоянно ссорится, постоянно ругается по поводу каждой мелочи, и в течение дня такое настроение в паре происходит. Потом вечером они ожидают, что секс их должен быть идеальным, и это невозможно. Прежде чем вышло ДСМ 5 издание, считалось, что любые сексуальные расстройства рассматривались в отдельности от отношений в браке. Но сегодня мы уже не можем называть это сексуальными проблемами, мы называем это проблемами в отношениях. Но есть разные причины. Представьте, что, например, один из партнеров страдает сексуальным расстройством. И для того, чтобы эта пара смогла выжить, чтобы эти отношения смогли сложиться, с течением времени у другого партнера тоже должно развиться сексуальное расстройство. В противном случае, такие отношения не смогут продлиться долго. И у меня была одна пара, в которой женщина 37 лет страдала сексуальным расстройством. Есть ли в вашей практике примеры пар, которые более 30 лет справляются с какими-нибудь расстройствами? Вагинизм, знаете ли вы такое слово, это вот как раз то, чем женщина страдала в этих отношениях? Происходит спазм мышц, при которых становится невозможна пенетрация. И, конечно же, из-за того, что женщина страдала таким расстройством, было невозможно интимные отношения. И эта пара жила в таком состоянии 37 лет. Для того, чтобы 37 лет выживать в отношениях с такой проблемой, отношения должны быть идеальными. Другие аспекты брака должны быть идеальными, иначе ни одна бы пара не выжила такого. Когда появляются такие случаи, в практике есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что если вы лечите пару, в которой один из партнеров столкнулся с вагинизмом и борется с этим 37 лет, лечить эту пару можно так же, как если бы эта проблема существовала только 37 дней. Проблема, плохая новость в том, что если вы не знаете, как именно их лечить, как дотронуться до них, то лечение займет еще 37 лет. Поэтому нет спонтанной восстановления. Вы не можете встать в один день, и тогда ваш вагинизм не бывает. Конечно же, нет здесь легких путей. Не бывает так, что вы проснулись на утро, и вот вагинизма нет. Это плохая новость. Но есть и идеальная новость. И это, что есть мужчины в этом мире, которые могут выжить эту проблему за 37 лет. Некоторые хорошие мужчины. Есть действительно хорошая новость в том, что на свете есть такие мужчины, такие несколько хороших мужчин, которые способны выдержать в отношениях с такой проблемой 37 лет. Мы их называем несколько хороших людей. То есть вагинизм и другие типы проблемы, мы нужны, когда женщина ухаживает вагинизм, конечно, чтобы выжить с этим, как время идет, муж или партнер, партнер, начинает возникнуть какие-то проблемы. Как лак из сексуальных интересов, как эректы, для адаптивных способностей. Потому что в том, чтобы выжить, вы должны быть какие-то проблемы. Если вы просите секс каждый день и ваша женщина скажет, что нет, это будет важный вопрос. Так что происходит, что через время, для адаптивных способностей, мужский партнер тоже начинает снижать с сексуальными интересами, эректильной дисфункции, и так далее. И, естественно, в таких отношениях с адаптивной точки зрения второй партнер тоже рано или поздно разовьет у себя расстройства, такие как снижение сексуального интереса или эректильная дисфункция, потому что иначе, если каждый день просишь секса и каждый день жена отвечает нет, это все равно приводит к проблемам. Именно поэтому нам нужно очень четкое определение того, как же отличать проблемы от расстройств. Давайте добавим чуточку интерактива. Как вам кажется, что превращает сексуальную дисфункцию? Сексуальную проблему в сексуальное расстройство. Правильно, совершенно верно. В DSM мы это называем устойчивость и частота повторений. Но если указано, что это устойчивое и повторяющееся, что же это значит, черт возьми? Если к вам приходит парень и говорит, что со мной такая проблема уже неделю, назовете ли вы это устойчивым расстройством? Probably the other moment is that the partner should be not satisfied with this. Well, that's a good part, but that's not the right answer, because this has also changed in DSM-5, totally changed. In the past, the other partner's opinion was accepted. In DSM-5, that is not included in the criteria, because we don't want to diagnose people from their partner's point of view. Это очень хорошее замечание, но неправильный ответ, потому что именно в DSM-5 мнение партнера больше не учитывается. В предыдущих версиях действительно был такой параметр, но теперь очень важно не ставить диагноз на основе мнения партнера. Представьте себе, что у вас нет эректильной дисфункции, а при этом ваша партнерша будет говорить, что нет, меня не устраивает, вот с ним явно что-то не так. Буду ли я все равно вас диагностировать именно так? Поэтому, когда действительно начинаешь думать об этом, оказывается, что все не так просто. Это то, что мы называем первичными и вторичными. Это то, что мы называем первичными и вторичными, но в обоих случаях мы говорим о проблемах. Первый случай, который вы описываете, что если всегда было плохо, мы это называем первичной сексуальной дисфункцией с первого же в жизни сексуального опыта. Если все было хорошо, а потом стало плохо, то это называется вторичной сексуальной дисфункцией. Очень сложно, если нет четких диагностических критериев, выявить чистоту распространенности той или иной проблемы и расстройства в обществе. Действительно очень важно учитывать параметры распространенности в обществе, потому что если мы представим себе, что в той или иной стране или в заобществе есть какая-то наиболее распространенная проблема, то, естественно, мы ожидаем, что государство тогда уделит часть бюджета тому, чтобы работать именно с этой проблемой. Если диагностические критерии недостаточно четкие, то исследование больше ненадежно. И раньше, например, частота распространенности преждевременной эвакуации, когда ее пытались измерять, данные варьировались от 3% до 43%. И когда вы думаете о таком разбросе от 3% до 43%, важно учитывать две вещи. Во-первых, это что диагностические критерии недостаточно надежные. Или что способы измерения ненадежные. Именно поэтому нам нужны более четкие определения. Almost all DSM-5 критерия based definitions of sexual disorders on expert opinions, which was not supported by randomized control studies. All DSM-5 classifications until DSM-5 based definitions on expert opinions. So, actually, there was not enough data that comes from research. They asked our opinions all around the world. We made a committee and then we made, we gave our decisions. We based our decisions on our observations rather than research data. So, we had terms such as recurrent, persistent, as one of our colleagues over there said, short, rapid, just to give you an example, the definition for erectile dysfunction is persistent and recurrent difficulties in obtaining and maintaining erections. to give you another example. another definition, which is made for premature ejaculation, it's ejaculation that happens soon after penetration. Или, например, другое определение, что преждевременная экуляция это та, которая происходит в скором времени после начала полового акта. Or it's sometimes called very soon after penetration. Или иногда пишут очень быстро сразу после начала. А что такое быстро, очень быстро, сразу или совсем сразу? Чтобы сделать это еще более конкретным, приземленным, представим себе, что к вам в работу приходит клиент. а вы терапевт-мужчина. И пациент говорит вам, доктор, я страдаю от преждевременной экуляции. И вы спрашиваете, сколько времени занимает от момента пенетрации до экуляции? Он говорит, восемь минут. И вы поворачиваетесь к нему и говорите, а как насчет прелюдии? Есть ли у вас какая-то прелюдия? Он говорит, да. И вы его спрашиваете, как долго длится эта прелюдия? Он говорит, тридцать пять минут. Что тогда делает мужчина-врач? И тогда такой врач закрывает свой кабинет и сам идет лечиться. Потому что мы не знаем эти времена. Нет причинных неизвестных. Люди всегда приходят к вам и говорят, что они употребляют от прематурной эжакулации. И потом говорят, что они имеют интроэжакулательную латенцию, мы называем это, между теми от пенетрации до эжакулации. И это иногда 7-8 минут. И очень важно тогда действительно иметь эти четкие данные, чтобы иметь возможность оценить как раз это время между началом пенетрации и моментом экуляции, чтобы знать, на что опираться при диагностике. И теперь, я думаю, вы уже понимаете, почему же статистика распространенности в обществе может варьироваться от 3 до 43%. И поэтому, когда, например, вы говорите о группе населения с преждевременной экуляцией, то вы туда включаете людей, у которых это занимает 3 минуты, и тех, у кого это занимает 1 минуту, и тех, у которых это занимает 8 минут. И это не гомогенная выборка. И в этом как раз и суть DSM-5, в том, чтобы настолько четко сформулировать все критерии, в том числе, например, время, которое происходит между пенетрацией и экуляцией, чтобы точно определять диагноз и группу пациентов. Я закончу моего вопроса. Я закончу моего вопроса. Я закончу моего вопроса. И это является важным параметром для того, чтобы поставить диагноз преждевременной экуляции. Знаете, почему именно была выбрана одна минута, а не две минуты? потому что, потому что именно такая разделительная грань в одну минуту попадала на лечение, это было характерно для 90% людей, которые пришли на лечение. Разделительная грань в две минуты именно в такую категорию попадало 100% людей, которые пришли на лечение в те или иные организации, которые занимаются сексуальными проблемами. Поэтому, когда был установлен вот эта рамка в одну-две минуты, то как раз статистика распространенности в обществу упала до 3%, а до этого нам доходило до 43%. Именно поэтому нам нужны четкие определения, иначе будет хаос. Конечно же, если к вам приходит на лечение человек, который говорит, что для него преждевременная эякуляция это та, которая занимает 3 минуты, вы ему не говорите, ну, знаете ли, по ДСМ-5, вы тут не попадаете в нужные категории, идите домой. Конечно же, никогда такого мы никому не говорим. Но такие определения нужны для исследовательских целей, для научных целей. Был вопрос? Это очень хороший вопрос. Кто стоял с таймером над головой? Конечно же, это должна была быть женщина, если бы мужчина стоял с таймером, то данные были бы недостоверными. с таймерами. И действительно стояла женщина с секундомером, действительно замеряла время, и когда вы себе представляете такую ситуацию, она выглядит очень искусственно и понятное дело. Но когда вы спросите о женщинах или они обнаружили это нестоверно использование этого кронометра во время сексуального интеркурса, они сказали, нет. Это не важно все. Все я должен сделать это пресс. И мы думаем, что это будет артифицировать. Иногда это артифицировать. Конечно, мы можем найти лучшее способности делать это. Но в этой степени это было вероятно. И женщина не интерферирует с их удовлетворенностью. Ну, то есть, сама участница полового акта с секундомером, мы ее спрашивали потом, насколько это повлияло на уровень неудовлетворенности, насколько это искажало действительно опыт получаемый. И оказывается, что это не сильно влияет на процесс, не делает его искусственным. И женщины отмечают, что, ну, мне же просто надо было на кнопочку нажать, это ничем сильно не отличалось. Ну, что вы знаете, что делает сексуальный проблем другим от и тогда вы точно знаете, то, что отличает проблему от расстройства. Первый параметр это длительность, второе это тяжесть. Длительность заболевания должна быть не меньше шести месяцев. А тяжесть расстройства подразумевает, что такие проблемы должны возникать не реже, чем в 75% половых актов. Термины больше не смутные. Длительность шесть месяцев, длительность шесть месяцев, частота 75%. И также есть время как один минуту для премистрирования и другие вещи. Поэтому мы не используем термины «шот», «вырый шорт», «рапит», «сунафтер», «сунафтер», «вырый шорт», «сунафтер», «сунафтер». И есть конкретные данные о длительности, так как то, что мы говорили про преждевременную экуляцию для других параметров тоже. И тогда мы больше не используем термины «быстро», «сразу», «очень быстро». У нас есть конкретные определения, с которыми мы можем проводить исследования в любых странах, и данные не будут искажены. Второе важное вопрос came from the fact that started some people who are say in the group but mostly feminist. These are the ladies in the group. They were more feminist than others, which is understandable. And they said well males and females are seen on the same continuum. Do we have to have the same pattern for males and females or are we different? И при формулировании этих критериев естественно были в группах женщины, которые настроены чуть более феминистски чем женщины одинаковые критерии. Действительно ли женщины должны в идеале соблюдать те же нормы, что и мужчины? И именно поэтому в DSM-5 было обозначено, что сексуальная реакция у разных, у представителей разных полов примерно оцениваются одинаковыми. There was a unified sexual response cycle consisting of interest, desire and arousal. Так было до DSM-5 и это базировалось на стадиях интереса, желания и возбуждения. So for a completed sexual intercourse first you need to have the interest, desire to make sex, then you need to have the arousal, which is in male's erection, in females, which was supposed to be lubrication and then the orgasm. И для завершения полноценного цикла полового акта нужно сначала желание, интерес, затем это возбуждение, которое у мужчин выражается в эрекции, у женщин, скорее всего, в лубрикации, и соответственно заканчивается все оргазмом. и такую классификацию критиковали за то, что в ней уходит на задний план сложность на самом деле тех процессов, которые происходят. и действительно эти процессы могут совершенно по-разному складываться для каждого отдельного человека и для представителей конкретной гендерной группы. Именно поэтому произошло кардинальное изменение парадигмы. И женщины заявили, нас не нужно возбуждать так же, как вас. Как вы думаете, у женщин и у мужчин паттерны возбуждения от нее те же или могут быть разными? А в чем разница? А какая разница между для обоих полов подходят модели психосоматические 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 процессы влияют и меняют состояние? Сформулирую так. вопрос. Я сейчас задаю вам эти вопросы для того, чтобы вы смогли больше узнать об этом. Я очень ценю знания и мне совершенно не нужно, чтобы вы ушли отсюда с какой-то сухой информации сухой информацией. Я учу людей когнитивно-поведенческой терапии уже 25 лет. И для меня определение когнитивной терапии в том, что это возможность позволить людям увидеть то, что кажется бессмысленным. Предоставление другой точки зрения, предоставление гибкости. И с этой точки зрения, если мы говорим про мужское возбуждение, то интерес будет заключаться в том, что появляются спонтанные мысли, спонтанные образы, чувства. И уже после этого наступает непосредственное физиологическое возбуждение, которое выражается в эрекции. И если мы говорим о каком-то завершенном акте сексуальных отношений, то тогда происходит пенетрация и экуляция. Никто до конца не знает, оргазм и экуляция являются ли это одним и тем же. Иногда экуляция происходит без оргазма, иногда оргазм без экуляции. Возвращаясь к женщинам, женщины начали говорить, нам не нужно быть такими же, как вы. Нам не нужно начинать со спонтанных мыслей и образов. Иногда секс начинается внезапно. И мы, например, заниматься сексом по каким-то несексуальным причинам. Потому что женщины на протяжении истории человечества и сегодня по-прежнему занимаются сексом по несексуальным причинам. Например, для того, чтобы поддерживать близость в отношениях. или для того, чтобы поддерживать те отношения, которые необходимо продолжать. Или, например, потому что просто не могут сказать «нет» своему партнеру. И вот они, эти несексуальные причины. И, может быть, женщины именно поэтому стали думать, что секс не начинается со спонтанного интереса, и что само понятие интереса должно быть переформулировано. Никто не знает, что такое спонтанно. может быть твои imaginations, твои внутренние фантазии, твои внутренние думки, потому что они коэрты и не могут видеться, мы называем спонтанными. Есть эти внутренние содержания, есть эти мысли и образы, которые скрыты от нас, и мы их называем спонтанными. Например, если есть какое-то внешнее событие, то мы можем его отследить, заметить. Если есть какой-то внутренний триггер, то мы никогда не знаем, что именно там произошло, и мы называем это спонтанным. сексуальным интересом. И мы тогда начали думать, что если действительно иногда может секс начинаться по несексуальным причинам, то может быть нарушена последовательность, может быть не возбуждение следует за интересом, а наоборот, уже после возбуждения рождается в процессе интерес. Это как оперантное обуславливание. частота поведения определяется его последствиями. Если секс начинается при полном отсутствии возбуждения, но к концу акта женщина чувствует удовлетворенность и удовольствие, вероятность того, что женщина снова захочет этого повышается. Поэтому даже если начинается все с несексуальных причин, то если исход оказывается стоящим, то начнется этот взаимно подкрепляющий процесс. Называется это ответным возбуждением и очень важно понять, что же именно под этим понимается. возбуждение оргазма и иногда начинает возбуждение и потом возбуждение . Вместо линейной последовательности, которая была принята раньше, где интерес возбуждения оргазма, теперь рассматривается это скорее как круговой процесс, в котором возбуждение может быть до появления интереса. мужская и женская сексуальность рассматриваются по-разному и разные определения для нее предлагаются. Возвращаясь к тому, как это было раньше, в четвертом издании ДСМ первый диагностический критерий заключался в том, каково же определение сексуального расстройства как такового. И была категория Б как диагностический критерий, в котором было указано заметный дистресс или трудности в межличностных отношениях. Один из коллег здесь говорил, что мнение партнера важно. И теперь этот пункт межличностных сложностей был изменен. И критерий Б в новом издании больше не включает межличностных трудностей. Чтобы не ставить диагнозов на основе мнения другого человека, мнения партнера. Есть хорошая наука и плохая наука. И отключение партнера из дефинации понимаем в исключения партнера из диагностических критериев вполне понятно с точки зрения свободы. Вы не хотите, чтобы вас диагностировала ваша жена или ваш партнер. Но сексуальные отношения подразумевают, что хотя бы два человека в этом участвуют. Поэтому это исключение второго человека из определения это сложный момент, который потребует дальнейшего развития дискуссии. И одна из причин была в том, чтобы как раз не подвергать партнера, не вовлекать партнера в процесс диагностики. Еще одна проблема заключилась в том, чтобы рассматривать в принципе термин дистресса партнера. А вторая проблема в том, что люди, которые страдают сексуальными расстройствами, часто у них вообще нет партнера. То, что случилось, что A критерия еще существует, B критерия добавили 6 месяцев и 75% от отношений. Помните, A критерия defines дискоррой, которая называется persistente и recurrent в прошлом. Теперь мы говорим, что это должно быть 6 месяцев и должно происходить в 75% от всех отношений. Это A критерия. Критерий A раньше подразумевал, что расстройство длительное и повторяющиеся, теперь более четкая формулировка, что длительность больше 6 месяцев и частота 75%. In DSM-5 this interpersonal difficulty was the B criteria, but now we deleted the interpersonal difficulty and we called it significant distress, which is the C criteria. И был критерий B, в котором был пункт промежличностной сложности, вместо него теперь критерий C, в котором указано значительный дистресс. Первое важное изменение, о котором необходимо сказать, когда мы говорим о DSM-5, это что теперь диагностическая классификация отдельно существует для мужчин и для женщин. Второе, в прошлом DSM, в прошлом DSM-5, было что-то называемое сексуальное аверсие disorder, которое сейчас делается, не существует anymore, не потому что люди, которые не нравятся сексу, существуют, но это так редко, и также может быть в другом названии. И еще в старых изданиях был такой пункт, как сексуальная аверсия, теперь такое расстройство вообще исключено, потому что совершенно иначе рассматривается ситуация, когда люди не заинтересованы в сексуальных отношениях. И в предыдущих изданиях, в четвертом доработанном издании ДСМ был пункт женское расстройство сексуального возбуждения, оно базировалось именно на физиологических критериях, то есть когда мы говорили о таком расстройстве, всегда имелось в виду именно дисфункция гениталий. Я это вижу. Это четверть раз я вижу. Хотя я вижу старое, я не виноват. Спасибо. Не виноват. Это это . Теперь представьте что человек пойдет в лабораторию, просто понимать, чтобы сделать четвертое, потому что я понимаю, что сексуальные расстройства не очень распространены в России. но для того, чтобы просто у вас сложилась более яркая, более четкая картина, давайте проясним. Есть некое устройство, которое надевается на пенис, которое измеряет степень возбуждения. и мужчинам показывают слайды, которые имеют некое эротическое содержание. И мужчины спрашивают, вы возбудились? И они говорят, да, я очень возбудился. А вы смотрите на данные этого устройства, возбуждение также возросло. Есть корреляция между субъективными отчетами и объективными измерениями. то есть, да, действительно есть этот субъективный самоотчет, когда человек говорит о своем возбуждении, и есть данные устройства, которые действительно показывают выраженность эрекции. Но когда женщины следуют в таких же лабораторных условиях, им показывают слайды, и спрашивают, насколько вы возбуждены. Она говорит очень сильно. И есть, опять же, специальные устройства, которые измеряют физиологическое женское возбуждение, которое показывает степень секреции и лупригации. И в прямой корреляции нет. И у женщин никакой корреляции нет. Иногда субъективно они отмечают возбуждение, а объективные данные этого не показывают, или наоборот, может начаться секреция, а возбуждение субъективного не отмечается. с мужчинами все просто. Прямая корреляция. Говорить, что возбужден, значит, действительно возбужден. У женщин может быть все наоборот, она может говорить об этом, а на самом деле такого не будет, и наоборот. И мы стали думать, может быть, вот этот пункт про женское расстройство сексуального возбуждения, может быть, мы под ним понимаем, что это неправильное. есть очень большое пересечение между симптомами, связанные с желанием и возбуждением. Потому что реакция и гениталии относится не только к женщинам, это просто вопрос половых органов. Факт того, что низкое сексуальное возбуждение часто существует совместно с жалобами на снижение левида, очень часто есть эта коморбидность. И если вы предлагаете лечение, которое направлено только на один из этих аспектов, когда вы измеряете, например, уровень гормона тестостерона, и повышаете возбуждение, его содержание, то вы не только желание повышаете, но и возбуждение. и они думали, что может быть, нет четкого разделения, с точки зрения, именно женской сексуальности. и тогда появился термин как расстройство женского сексуального интереса и возбуждение. К моему сожалению, я вынуждена вмешаться, потому что у нас заканчивается, к сожалению, время этого выступления, также линейка Мехмета Сунгура продолжится в соседнем зале, и нам очень важно выделить время для вопросов, прежде чем все коллеги будут исследовать. Я сейчас покажу вам единственный последний слайд, без которого мой дальнейший мастер-класс будет не иметь никакого смысла. Есть, опять же, такой момент, как болезненные сексуальные взаимодействия. И определение строилось на том, что было понимание того, что вагинизм — это сокращение спазма мышц. И было определение, согласно которому этот спазм мышц мешает половому акту. Из-за того, что мышцы сокращены, невозможно совершить половой акт. Но это было глупое определение. И определение было глупым, потому что считалось, что именно вагина является причиной этой проблемы. Сокращение в мышцах, но тревога это все равно в уме. И тогда спазм сокращение мышц — это только результат. Сокращение в мышцах из-за того, что в уме есть представление о том, что это будет болезненно. если вы формулируете расстройство как проблему мышц, возникает пространство для большого количества неэтичных видов лечения. Как ботокс, который убивает нервные клетки, и женщина не может двигаться, хименектомия, хименектомия, и много разных не относящихся к делу видов лечения. И это определение строилось на традиционном понимании взаимодействия между пенисом и вагиной. Но если определение строится на этом аспекте пенетрации в сексуальной активности как чем-то, что зависит от полового акта, и здесь тогда как раз трудность в сокращении мышц. Тогда мой вопрос к вам что по вашему мнению является самой частой проблемой, по которой возникают трудности в половом акте между мужчиной и женщиной. Потому что определение строится на половом акте между мужчиной и женщиной. Какова самая частая причина, по которой возникают трудности в половых актах между мужчиной и женщиной? Давайте я вам сразу скажу головная боль. Когда вы идите в секс, женщины говорят, извините, я имею секс, я имею в секс, в секс, или может в секс-оп-операх. Я смотрю мою основную опера, я не могу пойти в секс. Например, когда мужчина предлагает женщине секс, она говорит, нет, у меня болит голова, или, например, любимая серия сериала сейчас идет. Но ни головные боли, ни мыльные оперы не являются сексуальными расстройствами. И поэтому определение нужно строить именно на том, что же именно мешает сексу. И тогда определение заключается в том, что женщина настолько боится, что у нее происходит сокращение мышц. И тогда сокращение мышц это только результат. И тогда в лечении мы пытаемся избавиться от тревоги, а не от сокращения мышц. Последний слайд. И последнее, что стоит отметить, что в ДСМ пятого издания сексуальные расстройства классифицируются на мужские. Мужское расстройство гиперактивности и сексуального желания. Эректильная дисфункция, отложенные экуляции, преждевременные экуляции. Но если вы посмотрите на список женских сексуальных расстройств, сексуальные интересы, возбуждения называют женские сексуальные интересы и возбуждения. Есть объединенные понятия женского расстройства, сексуального интереса и возбуждения. есть расстройства женского оргазма. И вместо вагинизма теперь есть расстройства генитального боли гениталий и органов малого таза. В будущем нам нужны критерии для использования этого в работе. У нас есть критерии для определения частоты распространенности. Мы избавились от таких терминов, как короткий сразу слишком много. Но конечно в будущем нам все равно нужны данные исследования, которые подтвердили диагностические критерии. И естественно нас ждет много дебатов на эту тему. как вы знаете, наука развивается шаг за шагом. и первый шаг мы не можем знать всего, но мы думаем, что знаем все. На втором этапе мы не можем знать всего, но мы уже знаем, что мы ничего не знаем. к сожалению, третьего шага нет. Спасибо всем большое. ! Спасибо! Продолжение следует...